Всем привет! Вы смотрите канал Noticru и сегодня у нас такой интересный обзор сравнения. Недавно много народу спрашивало, какой вот смартфон купить тысяч за 5 рублей и меня это заинтересовало. Я решил, а почему бы не взять вот три смартфона одинаковой стоимости и сравнить, посмотреть на что они способны. Выбор пал на LG, на Huawei и на HTC. Три смартфона, повторимся, абсолютно одинаково у нас в магазине они стоят. И вот так вот они выглядят. У них разная начинка, разный дисплей. В общем-то это разные действительно смартфоны с нескольким разным функционалом. Huawei у нас здесь. Здесь у нас пластиковый корпус полностью, он достаточно большой по сравнению со всеми остальными. Здесь целых 4 дюйма с разрешением 480 на 800. Дальше у нас LG Optimus. Здесь 3.8 дюйма 320 на 480 дисплей. У всех трех смартфонов у нас IPS дисплей сенсорный. И последним у нас HTC Desire 200 с диагональю 3.5 дюйма 320 на 480. То есть разрешение такое же как у LG, но экран чуть-чуть поменьше. И теперь посмотрим подробнее на каждый из них. Начав с самого большого, это Huawei U8825 Ascend G330. Вверху у нас кнопка включения, мини-джек для наушников или гарнитуры. С этой стороны ничего нет. Здесь у нас качельки громкости. Micro USB для зарядки или синхронизации. Здесь находится динамик. Сразу скажу, что динамик у всех смартфонов примерно одинакового качества. Камера 5 мегапикселей со вспышкой здесь находится, а с передней стороны камера 0.3 мегапикселя фронтальная. Три сенсорные кнопочки под дисплеем, динамик для разговоров, камера 0.3 мегапикселя и собственно сам дисплей. Корпус у нас пластиковый. Для того, чтобы попасть внутрь, нужно вот здесь вот надавить и ногтем подковнуть и просто отсоединить крышку. Достаточно тяжело происходит, она плотно сидит. Нужно прилагать некоторые усилия, вот как у меня она, оп, отщелкивается. И здесь мы получаем доступ к внутренностям. Крышка пластиковая, белая, глянцевая. В общем-то белый цвет не подвержен всяким пачкостям, отпечатком пальцем и тому удобно. Но крышечка такая хлипенькая, дешевая. Дальше здесь батареечка. Здесь 1500 мАч или 5,6 Ватт-часов. Под крышкой у нас находится лоток для сим-карты. Во всех смартфонах входит обычная сим-карточка. Здесь microSD-карт-ридер до 32 гигабайт. И вот здесь вот у нас располагается аккумулятор. Теперь посмотрим на LG Optimus L4 II Dual A445. Тоже длинное название, фиг выговоришь. Здесь фронтальной камеры вообще нету, то есть никаких скайпов вы здесь делать не сможете. Здесь находится фронтодинамик. Внизу у нас 4 сенсорные кнопки, у всех остальных смартфонов 3 кнопки. А здесь дополнительные клавиши для переключения между сим-картами, потому что этот аппарат обладает двумя сим-картами. Посмотрим опять на него внешне. Здесь трёхсплейный дюймовый джек для наушников. Кнопки включения здесь нет. Она переехала у нас на правый борт, то есть включаем мы её с правого борта. С левой стороны находятся качельки громкости. И с нижней стороны находится microUSB порт для синхронизации или зарядки. Здесь же находится микрофон. Точно так же открывается здесь, только не сверху, а снизу нужно потянуть. Но достаточно сложно, я это ускорил процесс на видео. Крышка здесь точно так же пластиковая. Она мне показалась чуть-чуть попрочнее, чем у Huawei, то есть более такая надёжная. Но здесь прилипают отпечатки пальцев, она также глянцевая. С задней стороны у нас камера 3 мегапикселя со вспышкой. Здесь же находится аккумулятор. Здесь аккумулятор уже 1700 мАч, но затоянное потребление здесь больше, 6,5 Вт-часа. Под аккумулятором находятся два отсека для сим-карт, то есть если вам нужен телефон с двумя симками, то нужно сразу брать вот этот LG, потому что у него две сим-карты поддерживаются и легко переключаются специальные сенсорные клавиши. Вот здесь вот находится лоток для microSD карточки до 32 гигабайт также, а встроена память у всех трёх смартфонов 4 гигабайта. Теперь посмотрим на HTC Design 200. У него самое простое название, самое короткое, легче всего запомнить. У него также нет фронтальной камеры. Здесь наверху расположен динамик, внизу три сенсорные клавиши. Вверху, как и у всех остальных смартфонов, располагается миниджек для гарнитуры. Здесь же кнопка включения, качельки громкости у нас на правом борту. Здесь у нас microUSB порт для подключения к компьютеру для зарядки. Микрофон располагается на нижней грани. И с задней стороны у нас камера 5 мегапикселей, но у неё нет вспышки. То есть рядом с ней находится внешний динамик, а вспышка HTC у нас не обладает. Для того, чтобы попасть внутрь, нужно надавить в центр, тогда отойдёт нижний край. Так вот это делается, тоже снимается крышка. Здесь крышечка мне понравилась больше всего, по сравнению с стальными смартфонами. Она такая ревлёная и выглядит она попрочнее, чем у предыдущих двух. Как и у предыдущих двух аппаратов, здесь всё это сделано из обычного пластика. Даже не поликарбонат, а просто обычный недорогой пластик. Батарейка здесь 1230 мАч или 4,05 Вт-часа. Здесь лоток для сим-карты. А вот ещё здесь есть лоток для microSD-карточки. В отличие от остальных смартфонов из этого обзора, он поддерживает до 64 гигабайт карты памяти, что в общем-то плюс. Можно много всего туда записать. Теперь посмотрим на вес этих аппаратов. Huawei, как самый большой и самый тяжёлый, весит у нас 147 грамм. Теперь посмотрим на LG, который у нас немножко поменьше диагональ дисплея. Он весит у нас 125 грамм. И последний HTC Design 200, который весит у нас всего 101 грамм. То есть он самый лёгкий, ну как и следовало ожидать. Теперь посмотрим на операционную систему, на оболочку и набор предустановленного программного обеспечения. Во всех трёх смартфонов они немножко интерфейсом перерисованы. То есть HTC мы запускаем вот так, или один из четырёх приложений снизу. LG у нас никаких особенных функций не предлагает. Мы тоже тянем, но опять-таки перерисовано. У нас получается другой экран для того, чтобы выйти на рабочий стол. И последним у нас Huawei, в котором более гугловский вариант, в котором круговое меню по кругу. И мы выбираем SMS, телефон или звонки, куда мы их потянем, то и у нас запустится. Вот, разблокируем телефоны и посмотрим, что у нас дальше на них есть. Косметическая разница. Присутствуют в оболочке всех трёх смартфонов. То есть они все как бы не Pure Google, не истинный Android, а каждый производитель перерисовал что-то под себя. Вот, например, шторок, это хорошо видно. Сейчас я LG очищу всякие уведомления. Вот так вот выглядят шторки без давления. Здесь у нас HTC Sense. Будет у нас здесь кнопочка с настройками единственная. И больше здесь никаких других опций нет. То есть мы можем просто перейти в настройки или прочитать какие-то уведомления. У LG здесь у нас информация о двух сим-картах, какая у них включена и как они работают. И вот здесь вот у нас сразу авиарежим, управление Wi-Fi, яркостью, звуком и тому подобные вещи. И отсюда же также можно попасть в настройки. То есть шторка здесь наиболее функциональная, на мой взгляд, из этих трёх смартфонов. У Huawei также есть сверху настройки, но их всего четыре. Это Wi-Fi, сотовые данные и Bluetooth. И здесь же находится поисковая строка от Яндекса. Её можно заменить на Google или на что-то ещё. Но мне кажется, в шторке именно поисковая строка не очень нужна, потому что можно вынести виджет на рабочий стол, если вам так уж сильно нужен поиск. Теперь посмотрим на меню настроек на настройки операционной системы. Они также перерисованы для каждого из аппаратов. Наиболее близкие к Google это Huawei. У LG и HTC всё-таки своя больше перерисовки, немножко по-другому менюшки расположены. Что касается версии операционной системы, откроем сведения о системы на всех трёх смартфонах. Я сейчас скажу, я их все обновлял по нескольку раз. То есть, то, что сейчас установлено, это на текущий момент последняя версия из доступных для них операционных систем. Итак, у нас у Huawei версия операционной системы 4.0.4. У LG Optimus у нас 4.12 операционная система. А у HTC Desire 200 4.03. То есть, у HTC самая низшая версия операционной системы. У LG ещё настройки разбиты на три подкатегории. Это SIM 1, SIM 2 и общие настройки. А у HTC и Huawei просто всё одним списком. Именно настройки мне больше всего нравятся у Huawei, потому что они именно похожи на Pure Google. На то, что именно Google задумывал для операционной системы Android. Наименьшее количество изменений производитель сюда внёс. Клавиатуры, предустановленные на всех трёх устройствах, также отличаются. Ни на одном из них не используется клавиатура от Google родная. Самая удобная у Huawei. Она больше всего сдвинута вверх. Самые большие клавиши. То есть, здесь не только самый большой дисплей, но и клавиатура сама по себе больше нарисована. На примере звонилки также покажем разницу интерфейсов. У Huawei большие и у LG большие кнопки, у HTC кнопочки маленькие. Причём, у Huawei и LG есть дополнительные клавиши с настройками, а у HTC такой кнопочки нет. Вот эта самая правая клавиша ведёт на переключение запущенных приложений. Поэтому здесь все настройки у нас вынесены вот сюда, в отдельную клавишу. И тут у нас контакты, журнал вызов, быстрый набор и тому подобные вещи. У Huawei и LG эта штука вынесена наверх, там наверху пиктограммки, вот здесь вот расположены, и вот тут вот. Мы можем переключаться здесь. На мой взгляд, это более удобно, чем на HTC лезть в дополнительную менюшку. На мой субъективный взгляд, звонилка лучше всего выполнена у LG. Там больше всего всяких опций, в отличие от Huawei и HTC. Теперь поговорим про нижние кнопки. У LG и Huawei вот эти клавиши вызывают, как я уже сказал, меню настроечек. У HTC этой клавиши нет, она переключает приложение, а все настройки внутри самого приложения. Вот где три точки нарисованы, у каждого приложения будет дополнительная вот такая клавиша в интерфейсе, и нажимать нужно на нее. А у LG и Huawei она вынесена на физическую клавишу. Также нижние кнопки по-разному ведут себя при удержании на них. У Huawei LG, если держать кнопку домой, то мы попадаем в меню переключения запущенных приложений, а у HTC, если мы держим клавишу домой, то вообще ничего не происходит, ну мы выходим на домашний экран, но никакого меню приложения тут нет, потому что для этого есть специальная кнопочка. Дальше, как приложение закрывать. Ну, в отличие от iOS, здесь с мультитачем никто до сих пор не научился делать это. То есть удалять нужно все приложения по одной штучке. Вот так вот, каждое приложение мы отдельно закрываем. У HTC та же самая система, никаких дополнительных опций нет, а вот у LG довольно забавно все. Во-первых, здесь есть очень удачная клавиша удалить все приложения, то есть сразу закроем все приложения, которые у нас запущены. И во-вторых, здесь есть кнопочка Google, на которой нарисован. Это сервис Google Now. Вот у LG единственная есть Google Now, потому что у него единственная операционная система 4.1, у остальных 4.0 операционная система. То есть LG самый современный с точки зрения сборки Android. Теперь посмотрим на производительность аппаратов, на примере Antutu Benchmark. Результаты на экране, процессоры используются у всех аппаратов разные, у Huawei двухъядерный процессор, и он отрывается вперед от конкурентов. Но вот в 3D играх разница будет немножечко другая. Здесь будет врываться вперед LG Optimus, за счет того, что у него более мощный одноядерный процессор, чем у HTC, и у него значительно ниже разрешение, чем у Huawei. То есть для игр лучше всего взять LG, а для всего остального самым быстрым будет Huawei. Теперь посмотрим на дисплей, углы обзора и на яркость матрицы. Здесь очень сложно сказать, на мой взгляд, вот именно для бытового потребителя, здесь разница именно в углах обзора и в яркости дисплеев не очень большая. Единственное, могу сказать, что HTC, мне кажется, самый тусклый дисплей, а вот LG Huawei примерно наравне. Ну и не стоит забывать, что у Huawei больше дисплей и больше разрешения, то есть там лучше шрифты, лучше картинка. У всех аппаратов емкостный IPS-дисплей с мультитачами, естественно, а что касается звука, мне у HTC он понравился больше всего, там битс-аудиосистема, ну и там более-менее приличные наушники в комплекте, в отличие от остальных аппаратов, где какие-то обычные затычки, которые звуком не сильно блещут. Итак, что я могу сказать в итоге про аппараты вот за 5000 рублей, три аппарата я тестировал, что мне в них понравилось, что не понравилось. Сложно выбрать какого-то определенного фаворита, в силу того, что у каждого аппарата есть какие-то свои плюсы и минусы. И HTC у него минус в том, что нет фронтальной камеры, у задней камеры нет вспышки, но у него довольно неплохой звук от битс-аудио, и он достаточно удобно лежит в руке, если вам нужен маленький компактный смартфон, чтобы он не тяготил карман, чтобы удобно лежал на руке, но он самый слабенький из них, и на нем самая младшая версия Андроида. То есть именно с технической стороны HTC не самый лучший из этих трех аппаратов. То есть его я могу порегиновать тем, кому нужен бюджетный смартфон, маленький, с какими-то начальными функциями, кто не ждет ничего сверхъестественного. Дальше у нас LG. LG у нас интересная машинка, потому что он, в отличие от всех остальных, поддерживает две сим-карты, а не одну. В основном он такой же, как и остальные аппараты, то есть такого же примерно уровня дисплей, тоже легко дотянуться до любого места большим пальцем, пластиковый корпус, ничего особенного. Время автономной работы у всех трех смартов примерно одинаковое, каждый день нужно будет заряжать, то есть при таком нормальном использовании все три смарта у меня садились примерно одинаково, я не могу выбрать какого-то фаворита. Еще к плюсам LG можно отнести то, что здесь самая современная версия операционной системы, здесь получше звонилка мне больше понравилась, и для игр он получше. Теперь Huawei Ascend G430. У него самый большой дисплей, это основной плюс, у него две камеры, камера у него довольно неплохая, также со вспышкой, и дисплей здесь побольше. Я люблю большие дисплеи, я в последнее время как-то очень проникся, и большой дисплей мне уже стал нравиться. То есть если цель не в игры играть, а именно такой современный смартфон-органайзер, то скорее всего я взял именно бы Huawei за счет именно большого дисплея и хорошего разрешения. На всех смартфонов предустановлено достаточно большое количество всякого разного программного обеспечения, и в меру полезного в меру нет, я тут практически ничего сам не ставил, но на все три смартфона я ставил один и тот же набор программ стандартных, там программок 5, остальное все здесь было предустановлено. Я могу сразу сказать, что 4 гигабайта встроенной памяти вам не хватит, вам придется покупать какую-нибудь SD-карточку, потому что не фотографировать, не записывать фильмы вы не сможете, здесь практически все место и так забирается уже под софт. HTC мне, лично мне, субъективно понравился меньше всего, то есть вот лично себе я бы его вряд ли купил, потому что он все-таки маленький и самый слабенький. Выбирал бы я между LG и Huawei. У Huawei большой экран, LG пошустрее в играх и поддерживает две сим-карты. Так как мне две сим-карты особенно не нужно, то я именно для себя бы остановился все-таки на Huawei, для того, чтобы Twitter, соцсети, Инстаграмчик и вот это вот все, именно у LG две сим-карты мне не нужно, я лучше возьму фронтальную камеру у Huawei. Что касается камер, то мы сделали фотографии на все три смартфона, полноразмерные фотки я выложу в описании к видео с ссылочками на какой-нибудь ресурс. Стоят они 5000 рублей, а я благодарю всех за внимание, до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok